МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Урожай утонул, а дороги размыло. В четверг хотят заезжать и что есть, корнеплоды выдергивать. Хоть что-то сохранить. После разгула стихии ангарские садоводы подсчитывают убытки. При ангаре продолжает гореть лес. В воздухе превышены концентрации токсических веществ. В городе станет больше уютных мест. Со стартом немножко затянули работу. Хотя убеждают, что это не скажется на финальном результате. Окружная администрация проверила, как благоустраивают новую аллею и сквер. В эфире Новорегиональный. Главные темы дня в этом выпуске программы «Местное время» в студии Елена Мильвитт. Здравствуйте. Режим повышенной готовности в Ангарске снят. Дождь закончился, а уровень Китоя пошел на спад. За сутки вода в реке поднялась больше, чем на метр. В зоне подтопления накануне вечером оказались десятки садоводств. Как пережили разгул стихии горожане и закончились ли проблемы? К тему продолжит мой коллега Александр Бычков. Резкий подъем воды в Китое накануне вечером ударил по садоводству Ясная Поляна. Участки расположены прямо на берегу реки. Ранее, чтобы защитить себя от паводков, жители соорудили самодельную дамбу. Напора воды сооружение не выдержало. Сегодня ночью прорвало нашу дамбу. Китоя перелился через край, через соседа прошла вода. И вот приехали утром, а кругом море, океан. Будем разводить, видимо, рыб. Сегодня дачники пытались спасти имущество и остатки урожая, хотя целым осталось совсем немногое. Проблема посерьезнее – разрушение единственной местной дороги. Насыпная трасса размыта практически полностью еще днем. Проехать по ней можно было хотя бы одной машине. К вечеру проезд скрылся под водой. В огородах вода по колено. Урожай на многих и многих участках, можно сказать, погиб. Вот сейчас хотят некоторые заезжать. И что есть – корнеплоды выдергивать. Хоть что-то сохранить, чтобы. За минувшие сутки в окружную службу ГОИЧС поступило более 400 жалоб. Накануне жители деревень и садоводств, находящихся в прибрежной зоне, призвали покинуть свои дома. Сейчас угроза отступает, однако владельцам дачных участков, традиционно страдающих от паводков, следует быть на чеку. В той зоне, которая у нас первую волну принимает в Верховье Акито, это получается в Якимовке у нас повышение наблюдается всегда. Там есть небольшой переход одной из дорог внизу деревни. Это СНТ Ясная поляна, угрожаемая, так как она у нас находится на изгибе русла и практически получается остров. Когда вода поднимается, заходит старое русло, они как на острове находятся. И куст садоводства – это ветеран, ветеран 2, надежда, мечта 1. В настоящий момент уровень воды медленно, но снижается. Днем китой упал до отметки 361 сантиметра. Александр Бычков, Дмитрий Швецов, Владимир Селиванов. Местное время. А тем временем, несмотря на прошедшие дожди, в Приангаре продолжает гореть леса. По данным областного правительства, непотушенными остаются почти 650 тысяч гектаров тайги. Укротить пламя спасателей удалось лишь на территории около 2000 гектаров. Это менее 1% площади. От дыма лесных пожаров задыхаются люди. Жители города Киренск выкладывают в интернет призывы о помощи. Люди, помогите. Вид из окна. Дышать нечем. В течение недели. Роспотребнадзор рекомендует жителям Киренска не выходить из дома. Эксперты обнаружили в воздухе превышение сразу нескольких тактических веществ – угарного, сернистого и азотного газов. Их длительное вдыхание чревато для человека обострением хронических болезней, бронхитами, вплоть до отеков легких и проблемами с сердцем. К другим темам. В Иркутске сотрудники МВД, Росгвардии и Следственного комитета пресекли деятельность подпольного казино. Заведение работало на узкий круг лиц. Разыграть флэш-рояль могли только люди состоятельные. В целях конспирации организаторы азартного бизнеса внесли здание высоким забором и снабдили системой видеонаблюдения. Меры предосторожности работали недолго. Правоохранители задержали шестерых сотрудников игорного дома. Изъяли столы для игры в покер, рулетку, фишки, карты и компьютерную технику. О конфискации, деньжи и средств ведомство не сообщает. Возбуждено уголовное дело. Организаторам казино может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Ангарчане стали охотнее платить по счетам. С начала года задолженность по имущественным налогам уменьшилась на 68 миллионов рублей. Пошлину оплатил каждый пятый должник. Однако общая сумма все равно велика. Она составляет почти 350 миллионов рублей. В дисциплинированности налогоплательщиков способствуют и совместные рейды ФНС и ГИБДД. Система «Дорожный пристав», сканируя знаки автомобиля, моментально определяет наличие владельца долгов по налогам, алиментам или штрафам. Мы в первую очередь отрабатываем задолженность свыше трех тысяч по налоговому кодексу. В шестимесячный срок мы должны направить тех должников, у которых сумма превышает 3 тысячи рублей в совокупе. То есть у меня, допустим, по транспорту полторы тысячи рублей и 300 рублей по имуществу. В этом случае здесь взыскание растягивается на года, на три года. То есть мы выходим в суд по истечении третьего года. Поэтому в первую очередь мы отрабатываем крупных должников. И у нас получается, что мы в год направляем порядка 20 тысяч судебных приказов в мировом суде. В списке злостных неплательщиков по налогам в ангарской ФНС числятся 160 человек. Напомним, проверить свою задолженность по налогам можно в личном кабинете, на сайте ФНС России или на портале госуслуг. Сталинградскую аллею благоустраивают в городе. Общественную территорию путем голосования выбрали ангарчане. Шанс на преображение также получил сквер в микрорайоне Цементный. Оба участка в крайне запущенном состоянии. И на все про все у подрядчиков месяц. Ход работ сегодня проверил мэр округа Сергей Петров. Тему продолжит Мария Константинова. Шум техники нисколько не раздражает жителей седьмого микрорайона. Именно они выступили инициаторами обустройства в этом месте – Сталинградской аллеи. Это будет удобная пешеходная зона с современным освещением, скамейками, игровой и спортивной площадками. Более того, местные жители обещают сделать аллею еще уютнее. У нас в планах благоустроенную территорию силами жителей держать в порядке, благоустраивать, чтобы мы могли выходить и культурно отдыхать. Нужно каждому жителю подумать о том, что сделать каждый житель должен, чтобы было кругом красиво. А не ждать, что кто-то откуда-то что-то сделает. Если работа над городской аллеей кипит вовсю, то в микрорайоне Цементный сквер преображается не так быстро. Четверть срока пройдет через две недели. Вот приедем и дадим оценку. Сквер в отдаленном микрорайоне – еще одна общественная территория, за благоустройство которой проголосовали ангарчане. По проекту здесь оборудуют детскую и спортивную площадки, проведено освещение и установлены скамейки. На обеих объектах трудится один подрядчик, и сил явно не хватает. Кроме того, местные жители уже подумывают над тем, чтобы не только навести порядок, но и восстановить старенький фонтан. На мой взгляд, здесь кое-какие виды работ не были учтены в части по сносу этих аварийных тополей. Мы это включим в перечень. И, на мой взгляд, все-таки со стартом немножко затянули работу. Хотя, в общем-то, убеждают, что это не скажется на финальном результате. Но мы видим, что жители уже обеспокоены тем, что работы идут не теми темпами, которые, в общем-то, предполагались. Благоустройство закончат, а вот с фонтаном вряд ли получится, говорят подрядчики. Уж слишком древний объект. Стоимость работ в микрорайоне Цементный почти 8 миллионов рублей. Сталинградская аллея обойдется на полтора миллиона больше. Деньги выделены по программе «Комфортная городская среда» из бюджетов сразу всех уровней – федерального, регионального и местного. Сдать работу строители должны к 30 сентября. К новостям спорта. Хоккейный клуб «Ермак» готовится к новому сезону высшей хоккейной лиги. Сегодня руководство округа встретилось с исполнительным директором клуба Александром Быковым и тренерским штабом команды. О перспективах «Оранжевой дружины» на грядущий сезон расскажут наши корреспонденты. Сегодня утром Сергей Петров прибыл во дворец спорта «Ермак» с рабочим визитом. Исполнительный директор клуба Александр Быков рассказал о положении дел в хоккейной школе. Сейчас тренерский состав обучает спортивному мастерству более 500 мальчишек. Больших успехов достигают юношеские хоккейные команды. К победам в грядущем сезоне высшей хоккейной лиги готовится и главная сборная. За прошлогодние промахи «Ермак» планирует взять реванш. В этом году будет сезон гораздо лучше. Идет серьезная подготовка. Команд будет сейчас больше. 34 команды будут в нашей высшей лиге. Добавились команды и Казахстана, Китая, Узбекистана. Я считаю, что будет гораздо интереснее турнир в этом году. В настоящий момент в команде завершается селекционная работа. Состав практически сформирован. В этом году в основе сыграют 12 наиболее результативных игроков прошлых сезонов. И десяток новичков. Среди них финский хоккеист Патрик Мойсио. Да, это отличные ребята. Они хорошо подготовлены. И я действительно рад, что играю здесь. Я хотел бы выполнить свой личный долг перед этой командой. Играть как можно больше и отыграть хороший сезон. Я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы в этот раз команда вышла в плей-офф и мы стали чемпионами. Уже завтра команда выдвигается в Пекин, где примет участие в претизонном турнире Кубок Возрождения. В ближайшие дни ангарский «Ермак» будет биться с командами из топовых хоккейных лиг, а заодно обкатает новый состав. Об итогах турнира расскажем в ближайших выпусках. Александр Бычков, Антон Бархатов. Местное время. Сегодня в Ангарске начала работать ярмарка продажи меховых изделий «Белка». Она продлится всего 4 дня. Мастера представляют новую коллекцию шуб на новый зимний сезон. Какие модели привезла компания «Вятские меха» в наш город? На этот раз смотрите в сюжете далее. Шуба в Сибири не роскошь, а необходимость. Вятская компания «Белка» уже более 10 лет обеспечивает жительниц нашей страны качественными шубами. Грамотно подобранный мех, кстати, используют либо российский, либо приобретают на аукционах, выверенные лекала, качественная фурнитура. В производстве мастера четко следят за технологией. Именно это гарантирует долгий срок эксплуатации, правильную посадку и комфорт в носке. В ассортименте ярмарки более тысячи моделей из овчины и норки. Дизайнеры в новой коллекции подготовили шубки, выполненные с учетом современных тенденций, но при этом не забыли про роскошную классику. Стоимость шубки из овчины от 9 тысяч рублей, норковой от 39. Сейчас вы можете совершить выгодную покупку. На изделии из коллекции прошлого сезона действует скидка. Дополнительную скидку получают все при полном расчете за изделие. Хорошие условия для тех, кто предпочитает покупать в рассрочку. Она предоставляется без переплаты сроком до двух лет. Выставка продажи работает с 30 июля по 2 августа включительно с 10 утра до 7 вечера во дворце спорта «Ермак». И на этом у меня пока все. Узнавайте новости на наших страницах, в соцсетях и на сайте актестиви.ру. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена сетью магазинов «Элемент моды». С 1 по 15 июля скидки на летнюю одежду до 50%. «Элемент моды».